добрый день дорогие друзья сегодня мы с вами сделаем один предмет который более знаком вашим скорее бабушкам или прабабушкам чем вам самим этот предмет называется перочистка что такое перочистка и для чего она нужна сейчас мы с вами для этого мы вспомним что когда-то не было шариковых ручек не было гелевых ручек фломастеров и писали ручками чернильными что такое чернильная ручка она состоит из ручки действительно деревянной и краешек обделан металлом и пера которая вставлялась в эту ручку ручки есть специальная щелочка куда мы вставляем это перо вот таким образом мы получили ручку перьевую но для того чтобы она писала нужны чернила чернила наливали в чернильнице они были разнообразными а вот такая чернильница чаще всего была в школе и называлась не проливайка хотя когда уже упадет на пол чернила из нее тоже могли пролиться что же надо было сделать чтобы начать письмо нужно было ручку с пером опустить внутрь чернильницы где налито чернила и постараться чтобы чернила набрались только на кончик этого пера а то иначе будут кляксы чернила будут стекать с пера прямо в тетрадку ну кто этого избежал все равно мог не избежать того что от бумаги или от пыли какие-то частички вот на краешек пера на кончик пера садились и таким образом если начинал писать ребенок или взрослый то тогда они могли писать мешать письму то есть получались тоже какие-то разводы непонятные поэтому перо нужно было чистить вот для этого то и нужна была перо чистка сейчас вы ее увидите перо чистка что это такое это вы видите кружочки сделаны они из ткани их несколько и скреплены они обычными пуговками такие перо чистки могли продаваться и в магазине они немножко по-другому были выглядели конечно без пуговок с креплениями металлическими ну а дома или на руках труда ребята могли сделать перо чистки и сами как же они чистили перо да очень просто если на пере был какой-то волосок или пыль то нужно было перо поместить между тканью и вот так вот сделать повытирать и посмотреть если нету ничего значит можно дальше опять пускать перо в чернильницу чернила и писать что хотите вот таким образом появилась перочистка для того чтобы было чистое перо и чистое письмо а мы с вами сейчас тоже сами сделаем перочистку вы уже поняли ее устройство поняли что нужно взять ткань сейчас мы с вами будем это вот у нас кусочек ткани вы поняли что нужно сделать кружочки а как сделать кружочки можно другие нарисовать кто хорошо умеет можно нарисовать циркулем кружочки на картоне вырезать этот кружочек и потом прикладывать и обводить карандашом или авторучкой а можно если хотите быстрее взять какой-нибудь стаканчик чашечку с подходящим размером и тоже приложить и обвести это как вариант стаканчик мы отставим обведем кружочек картонный который у нас заранее подготовлен вот у нас получился кружочек чтобы вырезать побольше кружочков побыстрее значит мы эту ткань сложим вдвойне будем держать вместе и вырезать этот кружочек он получится у нас двойном размере вырезаем стараемся попасть рисунку ручки чтобы кружочек был одинаковый если ровненький если ткань будете выбирать у вас есть выбор ткани то лучше конечно такую ткань выбрать чтобы она не махрилась по краям вот эта ткань получается у нитки не торчат по краям вот у нас два кружочка получилось а другие мы уже сделали заранее 6 кружочков вот такой толщины вполне достаточно но вы видите что в нашей пероочистки тут тоже такие же серенькие внутри кружочки ткани а снаружи красивые ну как мне кажется возьмем тогда полоску этой красивой ткани это или другой у вас вот она тоже вдвойне будет сложена как мы с вами уже и делали и так же как и раньше приложим кружочек либо стаканчик что у вас есть круглого обведем и вырежем аккуратненько еще даже более аккуратно потому что это верхняя часть до нас всегда будет на виду можно взять какую-то плотную ткань можно даже и тонкую но красивую а можно и кожу или кожзаменитель войлок у кого что есть вот у нас с вами получилось два кружочка две крышечки а нам это и надо значит одна крышечка у нас внизу остальные кусочки ткани дальше и еще одна крышечка вот что у нас получилось теперь можно выбрать пуговичку вот такие две одинаковых можно и разные но мне одинаковые нравятся и берем иголку с ниткой этому вас учить не надо завязываем узелочек и пришиваем трудность в том что нужно будет пуговки пришивать с обеих сторон и дырочки их совмещать иначе тогда мы с вами не пришьем ну это все делается опытным путем если сразу не проткнется потом проткнется вот сначала мы вот одну пришили можно много не пришивать пару раз потом другую взяли пришили улыбка у нас должна быть посередине вот видите я ищу ее дырочку она не сразу находится ну вот нашлось вот и вот у нас уже две пуговки теперь раз у нас все красиво да нам нужно куда-то будет спрятать узелок мы же должны узелок завязать чтобы эти пуговки не отпали и вот этот узелок чтобы сделать мы проводим иголку не к следующей пуговки а посерединке между кусочками ткани и здесь уже делаем узелочек тут уже кто как сможет узелочек я например вот нахожу там нитку который пришита пуговка и за нее зацепляю а можно прямо зацепить и за саму ткань и за саму ткань и три раза в 20 минут вот все узелочек есть отрезаем сейчас нитку и наша с вами тирочистка чудесная готова вот пожалуйста конечно вы можете сказать что сейчас мы чернильными ручками не пишем или пишем редко. Но ведь бывает, что и шариковая ручка тоже бывает грязнится на конце стержень. И также ее можно тоже обтереть. Ну, а если уж вам и не хочется портить красивую перочистку, то можете ее подарить в качестве сувенира. Так что, желаю вам приятного изготовления и чтобы вы с интересом это делали и дарили сувениры своим родным и близким.